Музыка Меня зовут Александр Колчанов, официальный и безработный, но теперь это называется независимый исследователь, поэтому я рад. Я занимаюсь информационной безопасностью суммарно, наверное, лет шесть. В основном долгое время занимался классическим вебом, мобильными приложениями, потом заинтересовался телекомом, банкингом, дальше GSM-устройства от домашних устройств до индустриальных контроллеров. Несмотря на существование множества проблем, связанных с мобильными сетями, с GSM-ом, с приватностью, безопасностью, надежностью передачи, это все равно очень дешевый, понятный и популярный протокол. И поэтому нет-нет, но какой-нибудь вендор, особенно небольшая компания, скажет, да нет, давайте мы не будем тратить 100 миллионов, давайте мы потратим 100 тысяч и выкатим простые надежные устройства, некоторые за 3 тысячи рублей, их реально покупают предприятия, ставят, а потом оказывается ситуация, когда на устройство можно просто позвонить и его сломать. Если переходить к индустриальным контроллерам, то я бы сказал, что ситуация очень сложная, потому что есть некоторое количество вендоров от известных до малоизвестных индивидуальных предпринимателей, которые поставляют устройства различные охранные фирмы различным интеграторам, кто-то это ставит, можно сказать, просто в гараж для защиты машин, кто-то ставит в банк, кто-то ставит на серьезное производство для управления насосами. Я буду рассказывать о том, как можно примерно оценить угрозы, приведу несколько примеров странных утечек данных, некоторое количество компаний, которые могут быть затронуты. Но при этом стоит признать, что правильно оценить масштаб угроз очень сложно, потому что никто не хочет признаваться, что они используют дешевые устройства от непонятных производителей. Но при этом это экономично, и люди пытаются это делать. Я не берусь голословно утверждать, что, например, можно позвонить на какое-то устройство и сломать атомную электростанцию, но вполне вероятно, что можно затронуть какой-то, если не производственный процесс, то процесс инвестиционирования сооружений, например, вызывать постоянное срабатывание сигнализаций, тревожить охранников или, наоборот, уничтожить какую-то охранную систему. Это тоже довольно важно, потому что это один из этапов защиты системы. А характерный пример, что у множества устройств есть встроенные микрофоны. Например, в случае сигнализации предполагается, что в случае тревоги владелец устройства сможет на него позвонить, послушать, что происходит в доме. Но никто не мешает хакеру использовать достаточно известную уязвимость, о которой он до этого рассказывал довольно много раз, позвонить на устройство и прослушать, что происходит в доме, в офисе или где-то на важном совещании, если кто-то додумался поставить сигнализацию прямо в зале. А это часто происходит. Когда я занимался исследованиями, я постоянно находил новые странные сферы, начиная от самых очевидных систем сигнализации, систем удаленного управления дверями, шлагбаумами, что было довольно популярной темой для исследования до этого. Как показали некоторые недавние исследования, в некоторых продвинутых контроллерах, вернее, в некоторых продвинутых трекерах существуют уязвимости, которые позволяли останавливать двигатель. При этом компания максимально агрессивно пыталась этого оградиться, заявляла, что зачем вы тревожите наших пользователей. Но, понятное дело, что хакеры не будут спрашивать, можно ли вас потревожить. Одна из основных проблем — это известная тяга к дешевизне и к простоте. Потому что, условно, чтобы оставить хорошо протестированный, относительно безопасный контроллер управлять им, требуется определенная квалификация, умение выбирать, готовность экспериментировать, работать с вместимостью оборудования. А в случае достаточно большого количества GSM-устройств, GSM-контроллеров, вам нужно просто купить коробочку за несколько тысяч рублей от какого-нибудь производителя, который обещает, что все будет замечательно, воткнуть ее и радоваться жизни. А если не этим даже заниматься, то вполне можно купить готовую GSM-электрическую розетку. Вы втыкаете ее в сеть, втыкаете в нее, допустим, какое-то относительно простое устройство, которым вы хотите управлять, и просто звонком включаете или выключаете розетку. И, соответственно, следующая проблема, проистекающая с предыдущей, это удобство. Потому что люди хотят, чтобы все было максимально просто, GSM-устройства это предлагают, и, естественно, люди будут их использовать. Понятно, что в каких-то сверх критических производствах, вроде серьезных энергетических объектов, атомных электростанций, надеюсь, аэропортов, никто не будет просто так ставить непонятное оборудование в какой-то критический участок, который всем управляет. Но я не исключаю, что найдется замечательный подрядчик, который, например, отвечает за физическую безопасность объекта, который просто купит на условном AliExpress GSM-сигнализацию, поставит ее. И да, это происходит. Я, например, вчера просто открыл список популярных компаний, которые занимаются установкой сигнализации безопасностью, открыл проект их работ, которые они пишут в некоторых случаях с адресами. И они замечательно рассказывают о том, как они поставили в один банк GSM-сигнализацию, прикладывают фотографии самого блока, место установки детекторов. И в целом это выглядит как просто находи по внешнему виду сигнализацию, найди в ней проблемы, а, скорее всего, они найдутся, и добро пожаловать в отделение банка ночью. Субтитры создавал DimaTorzok